Друзья, добрый день! Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в станице Елизаветинска. Это муниципальное образование, город Краснодар. В 10 километрах от центра города Краснодара. Будем смотреть с вами дом новой постройки на земельном участке в 5 соток. Площадь дома будет составлять 83 квадратных метра. Стоимость объектов при чистовой отделке составляет 7 миллионов 700. Давайте начинать. Мы с вами сегодня смотрим станицу Елизаветинскую. Но в саму Елизаветинскую цены сами знаете какие. Поэтому стараемся найти для вас интересные предложения на территориях СНТ. СНТ на самом деле уникальная. Смотрите, какие у нас асфальтированная центральная дорога. Широкая, хороший подъезд. Кроме того, на въезде, не поверите, стоит шлагбаум. Заезжают только свои. И вот все дорожки просто проведены настолько в порядок. Практически идеальные. Хорошие отсыпные дороги в пролетах между улицами. Что касается инфраструктуры по станице. Станица у нас растет, развивается. Сюда даже стали заходить у нас уже городские застройщики, которым негде строить в самом Краснодаре. Они начали строить непосредственно напротив станицы Елизаветинской. Возводить многоквартирные жилые дома и строить коттеджные поселки. Но за очень-очень дорого. Поэтому в бюджет 7700 там, безусловно, никакого дома не купишь. Но зато купишь красивую инфраструктуру. Поэтому еще рассчитывайте на бюджеты от 12 миллионов плюс за таунхаус, а дома отдельно стоящие от 20 миллионов тонн. Пожалуйста, тоже обращайтесь. С удовольствием покажем, что можно приобрести в этом направлении. Почему направление станицы Елизаветинской считается перспективным и достаточно удобным? Ну, во-первых, у нас Елизаветинское шоссе, оно самое-самое незагруженное, считается так. Мы неоднократно проверяли и по навигаторам, и в нашем же офис, да, помните, находится станица Марьинской, линия на 50, кто забыл. И мы по этому направлению очень активно работаем. И вот время в пути с утра, вечером на работу с работой, ну, час-час двадцать, вот примерно в пробку из центра, ни в одну в другую сторону, за город, с таким временем не выйдешь. Поэтому Елизаветинское шоссе давно принято считать самым незагруженным шоссе, если вам необходимо достаточно быстро попадать в центр города. Если у нас время не пробочное, то порядка 40 минут занимает добраться до центра. В самой Елизаветинской вся инфраструктура присутствует. У нас детские сады, школа в количестве, три школы, четыре детских садика. Школьный автобус работает, деток туда-обратно по расписанию с остановочек забирает. Остановка здесь недалеко, вот туда машинка заезжает. Это шлагбаум, там асфальтированная дорога и там же остановочка общественного транспорта. Ближайший продуктовый магазин тоже на въезде, ну, порядка, ну, сколько здесь, ну, 100-150 метров. Что еще у нас в станице? МФЦ, храмы, спортшкола, магниты, пятерочка, все это присутствует. Есть свое МФЦ. Ну, поскольку, да, это городской МФЦ считается. Общественный транспорт, маршрутки, автобусы, все это, пожалуйста. Еще преимущества данного направления. Следующее. У нас здесь наиболее быстрый выезд на федеральную трассу М4 Дон. На платную дорогу сделали в прошлом году, запустили огромную развязку. Также сейчас строится и запустится тоже федеральная трасса на Крым. Тоже будет очень быстрый выезд. Что касается по времени в пути до Черноморского бережья, это джубка будет в ближайшее направление, порядка 160 километров. В общем, достаточно подробно постаралась рассказать. Давайте будем переходить уже к осмотру самого дома. Итак, на участок мы с вами дошли. Давайте осматриваться. Пять соток у нас земельный участок. Участок плюс угловой, да, плющик такой для участка. Асфальт у нас вот по этой стене, прямо с левой стороны. Никакой грязи никогда здесь не будет. Соответственно, такой СНТ, в котором вы на асфальте видели такое. Вот есть такие некоторые СНТшки в станице Елизаветинская. Но их нужно знать. Смотрим с вами ширину фасада. Порядка 20 метров, хороший широкий фасад. Кирпичные столбы. По фасаду у нас там, где входная калитка, откатные ворота. А в целом у нас забор на металлическом каркасе. И по фасаду профлист. Боковые стороны, ну, четыре стороны, да, участка, они у нас все с профлистом. Уже забор полноценный, огорожен хорошо. Откатные ворота для заезда под машину. Входная калитка. Ну, такая бетонированная площадка на две машины. Две машинки хорошо сюда зайдут. Отмостка по периметру дома залита. Давайте обойдем со всех сторон дом. И потом расскажу еще про коммуникации обязательно. Посмотрим, сколько у нас земли есть. Да, на наших пятисотках. Вот такой у нас участок. Сзади достаточно места. Здесь сад посадить. Парничок, грядки. Ну, и с левой стороны от дома тоже будет достаточно у нас места. Давайте посмотрим. Все нормы отступа, необходимые от заборов соседей, соблюдены. Смотрите, какая еще широкая полоса. Вот здесь прямо хочется, ну, наверное, сад. Вот, наверное, да. Давайте перевернемся еще вот сюда. Вот. Пять соток наших вполне прилично смотрятся. Так. Перед домом. Перед домом. Смотрите тоже, какая большая зеленая лужайка. Здесь отлично сядут цветники, роза. Да? Вот. Прямо перед домом он будет радовать вас, когда будете выглядывать из окошка. Давайте пойдем теперь по коммуникациям. Что касается коммуникации. У дома они центральный свет. 15 киловатт, три фазы подведен, подключен. Вода центральная. Центральная. Септик дренажный на 4 куба. Газ. А какой у нас здесь газ? Ну, в усантышках газ бывает крайне редко. Но мы видим здесь с вами газовую трубу. Что это такое? Здесь уже предусмотрели и вкопали правильно. Причем, да? Внутренний газгольдер. Смотрите. Газ. Два вода. Том. На плиту и на отопление. И вот эта вот зеленая штука, крышка. Это газгольдер. Сейчас открою, покажу. Вот сюда он, в землю вкопано. Газгольдер 2,2 куба. Все это опломбировано, опечатано. На сезон, как говорят наши застройщики, смотря как будет затопиться, вполне хватает. Но смотрите, насколько безопасно это сделано. Вот он, газгольдер. И вон он, вот в дом. В целом, могу полноценно сказать, что дом у нас с газом. Давайте пройдем теперь по техническим характеристикам объекта. Дом у нас на ленточном фундаменте. 80 сантиметров лента. Цоколь плита. Цоколь заштукатурен. Далее идет строительство стены. Стена у нас внутри газоблок. Сверху облицовочный кирпич. Так, что касается крыши. Крыша у нас будет четырехскатная. Фронтоны подшиты профлистом. Сделан водосток. Крыша накрыта металлочерепицей. С обратной стороны дома у нас крыльцо. Это выход как раз из кухни-гостиной. Такой симпатичный домик мы с вами сегодня смотрим. На пятисотках земли в станице Елизаветинская. Стоимость объекта составляет 7 миллионов 700. Пойдемте в дом смотреть. Там еще и очень хорошая планировка. Вернулась я назад на исходную. Как говорится. Будем сейчас с вами заходить. Смотрите. Правда красавчик уже? Вот такой прямо со всех сторон. Очень симпатичный домик. Заходим в дом. Там помимо того, что он у нас симпатичный внешний, он еще и с хорошей планировкой. Друзья, дом будет с раздельным санузлом. На входе у нас прихожая. 4 квадратных метра. Далее просторный коридор. Три жилые комнаты. 2 по 13 квадратных метров. 10 квадратных метров. Раздельный санузел. 5 квадратных метров. И 1,5 это именно сам санузел и ванная по отдельности. Также у нас 28 квадратных метров кухня-гостиная. И еще есть площадь котельной. Давайте начинать. На входе у нас прихожая. Которая позволяет с правой стороны разместить хороший шкаф-купе. Также здесь у нас выведено отопление. Теплый пол. Теплый пол идет в прихожей. Далее идет в коридоры. В санузел и в кухню-гостиную. Мы начнем с вами осмотр дома. С жилых помещений. И потом перейдем ко всем остальным. Обращу ваше внимание, что дом у нас в предчистовой отделке. Стены подготовлены уже под поклейку обоев. Пол тоже чистовой. Сюда уже стелим ламинат, плитку. Кому что нравится. Потолки везде натяжные и матовые. Где-то точечные светильники установлены. В живых комнатах предусмотрен светительный прибор люстра. Заходим с вами. Начинаем смотреть первую жилую комнату. Комната хорошая по конфигурации. Похоже это все на квадрат. Прям полноценный квадрат. 13 квадратных метров. Подросветники. Розеток немного. Внизу все есть. И выводы под кондиционер. Прям теперь везде обращаем внимание. А то как-то да. Когда уже стенки все красивые. А то надо их еще поломать. Поштробить. Чтобы вывести дополнительный свет. А дополнительную электрику. Ну тоже как-то не хочется. Следующая жилая комната. Тоже у нас расположилась на входе. С правой стороны. Также по площади 13 квадратных метров. Затяжные матовые потолочки. Также обратите внимание. У нас увеличенные окна. Трехстворчатые. Дополнительный свет. Простор. Очень хорошо. Температурные швы. При заливке полусоблюдены. Что тоже правильно. Далее с вами идем. Ищем третью спальню. Нашли. 13 квадратных метров. Площадь комнат. У всех одинаковые. Все жилые комнаты. По 13 квадратных метров. Они прямо на глаз, как говорится, видны. Друзья, везде выводы под кондиционеры. Все. Галочки поставили. Натяжные потолочки тоже повсюду. Радиаторное отопление. Стеклопакеты. Очень все симпатично. Так. Жилыми комнатами мы с вами закончили. Три спальни. Давайте вернемся в начало нашего дома. Чтобы было все понятно. И будем с вами смотреть дальше. Подсобные помещения и кухню-гостиную. Прямо по курсу у нас расположится эта котельная. А с левой стороны будут санузлы. 1,4 площадь под туалет предусмотрена. Обратим внимание, что здесь у нас везде газоблок. Перемычки все металлические. В ванну с вами заходим. 5 квадратов площадь ванной комнаты. В таком формате она предусмотрена. Выводы здесь под горячую, под холодную воду тоже имеются. Ну и также канализационные выводы под ванну, под раковину, под стиральную машину. Ну и конечно пошатрублена вся электрика. Дальше можно ее уже развести, как понравится. Так, влево мы поворачиваем. Здесь у нас осталось неосмотренным котельное. Лаз на крышу. На отопление работает сейчас котел. Вот сюда у нас заведен внизу теплый пол. Входной фильтр на воду. Ну и еще здесь можно поставить вполне себе стеллажи по 30 сантиметров. Так, чтобы эту площадь использовать из кухни прямо рядышком хозяйкам. Будет удобно использовать как кладовку. Я думаю, что хозяйки оценят. Ну и опять же, да, тот вариант, когда нам с вами нравится в доме и раздельный санузел, и вынесен котел из кухни. Хозяйки будут, надеюсь, довольны. Давайте посмотрим повнимательнее кухню-гостиную. 28 квадратных метров площадь ее составляет. Выход у нас есть сюда на участок. Как красиво, да, уже травка начинает зеленеть, небо голубое. Сижу, смотрю, сейчас-то все зацветет, будет вообще красота. Под сплит-систему вывод предусмотрен. На противоположную стену предусмотрен у нас кухонный гарнитур. В общем, такое квадратное помещение, ближе к квадратику. Думаю, что мебель здесь расставится достаточно удобно. В общем, такой, друзья, достаточно большой дом. Мы с вами посмотрели. Напишите в комментариях, как вам такая планировка. Итак, друзья, мы с вами осмотрели большой дом в станице Елизаветинской. 7700, напомню, стоимость данного объекта на 5 сотках земли. Дом в предчастовой отделке и с подключенными коммуникациями. Если такой объект вам подходит, не забудьте записать ID объекта. Он всегда находится в описании к видео, чтобы мы как можно быстрее могли ответить на все ваши вопросы. Не забывайте подписаться на наш канал, если вы еще не подписались. На нем каждый день для вас выходят новые видеообзоры. А я буду вам благодарна за ваши лайки, комментарии и подписки. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.